Профессиональная подготовка педагогов дополнительного образования, которые будут обучать школьников конструированию и управлению беспилотниками и коптерами, стартовала в Свердловской области. С нового учебного года кружки по беспилотным авиационным системам откроются на базе 17 уральских школ. Как отметил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, цитирую, Порядка 160 педагогов, в том числе из кванториумов и IT-кубов, начали практическое обучение. Их образовательная программа состоит из нескольких разделов. Комплектующие и сборка, моделирование и производство, навигация и программирование, использование беспилотников, промышленность и другие курсы. Кроме того, обязательно для учителей прохождение летной практики на коптерах не менее 23 академических часов. В итоге мы получим квалифицированных специалистов в этой отрасли, способных на высоком уровне преподавать детям основы нового, востребованного в современной промышленности технического направления. Конец цитаты. Отметим, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев распорядился оснастить школы оборудованием для получения навыков по конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. На это выделено свыше 285 миллионов рублей из федерального и областного бюджета. Напомним, Свердловская область вошла в число 30 пилотных регионов России, которые в 2024 году получили финансирование для организации обучения по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Специальные классы доп. образования уже с 1 сентября откроются в школах Екатеринбурга, Новоуральска, Ривды, Красноуфимска, Березовского и Серова. Для всех этих образовательных организаций будет приобретено оборудование для обучения детей конструированию и управлению беспилотными авиационными системами. Центром практической подготовки определен уральский техникум РИФИИ, на базе которого будет выстроена работа со школами. Продолжение следует...